Служба в армии в последние годы открывает большие возможности для карьерного роста. Как известно, для неслуживших закрыта дорога на государственную службу. После армии хорошо зарекомендовавшие себя молодые люди могут поступать в государственные образовательные учреждения на льготных условиях на определенной специальности. Многие из них остаются в войсках на контрактной службе, учитывая высокое денежное содержание, а кто-то даже начинает свою научную карьеру именно в армии. Продолжается практическая реализация проекта научной роты. В научную роту призываются студенты-аспиранты и выпускники вузов, которые имеют конкретные выраженные результаты в научно-исследовательской работе. Также будет осуществляться выдача гражданам, достигшим 27-летнего возраста, уклонившимся от военной службы по призыву, вместо военного билета. Будет выдана справка установленного образца. Также гражданам, прошедшим военную службу по призыву, имеющим высшее образование, при прочих равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие образовательные деятельности в области экономики и управления. Кроме того, граждане, прошедшим военную службу по призыву, будут за счет государства при желании обучаться на подготовительных отделениях в вузах по рекомендации командировой исковых частей. Также осенью будет продолжен выпуск персональных электронных карт гражданам, убывающим для прохождения военной службы Вооруженной силы Российской Федерации. Комплектование Вооруженных сил России в последние годы все более предполагает контрактную систему и уменьшение количества призывников. Что касается задания, точнее нормы, которые довели до нас, для нашей области, она составляет порядка 1800 человек. Это меньше, чем было призвано и отправлено войска прошлой осенью. Из этого количества почти 88% призывников будет направлены в воинские части Министерства обороны Российской Федерации и 12% в части других министерств и ведомств, где федеральным законом о воинской обязанности и военной службе предусмотрена военная служба по призыву. При этом почти 48% будут отправлены в воинские части Западного военного округа, порядка 15% призывников будут служить в сухопутные войска. Также задание будет у нас есть военно-воздушные силы, порядка 4%, военно-морской флот, порядка 9%, ракетные войска, порядка 6% и в части внутренних войск Министерства внутренних дел приблизительно 12% будут. С законом определено, что граждане имеют право на замену военной службы, альтернативной гражданской службы. В нашей области в осенью спланирована отправка на альтернативную службу 13 человек. Можно с уверенностью сказать, что наличие призывных ресурсов в области, а также результаты проведенных подготовительных мероприятий позволят выполнить установленную Министерством оборудования для нашей области норму призыва граждан на военную службу этой осенью. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...